Сегодня поговорим о женском здоровье, а именно о ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний с врачом-онкологом Анной Яновной Ким, которая ведет приемы в СМ-клиниках в Старопетровском проезде. Здравствуйте. Мы часто говорим о пользе ранней диагностики, а что под этим подразумевается? Что значит ранняя? Ранняя диагностика стоит из нескольких частей. Обычно это исследование, которое проводится на том этапе, когда приходит пациент к доктору и говорит о том, что что-то его беспокоит. Здесь важно выделить, часто эти понятия путаются, понятия ранней диагностики и скрининга, в том числе онкологических заболеваний. Скрининг – это обнаружение заболеваний на бессимптомной стадии. То есть, когда пациент совершенно ничего не беспокоит, и он просто приходит с определенной частотой к доктору и выполняет какие-то исследования, которые ему назначены, рекомендованы. Ранняя диагностика – это ситуация, когда мы стараемся выяснить, чем вызваны те или иные симптомы, с которыми уже к нам пациент пришел. То есть, у него есть какие-то жалобы. Если онкологический процесс вначале протекает бессимптомно, как не пропустить его течение? Ну, вот на это как раз и направлен скрининг определенных заболеваний. То есть, существует вообще 5 видов основных онкологических заболеваний, которые мы можем рано обнаружить, то есть, именно на бессимптомной стадии с помощью скрининга как раз. Соответственно, хорошо пролечить их, вылечить, и чтобы пациент потом уже совершенно не вспоминал об этой болезни. Какие это заболевания? Их 5 видов всего. Это, в первую очередь, рак молочной железы, это рак кожи или меланома в том числе, вообще все опухоли кожи. Третье – это опухоли толстой кишки или колоректальный рак, так называемый. Четвертое – это рак шейки матки. И пятое – это рак легкого. Какие обследования стоит пройти, в первую очередь, при вот этих заболеваниях? Когда есть наследственная какая-то история заболеваний, то мы стараемся все-таки индивидуализировать, персонализировать скрининг. Для этого, как правило, пациенты приходят к онкологу для того, чтобы определиться с вот этой программой. Но в целом, если вы здоровы, родственники ваши тоже ничем таким онкологическим не болели, то обычно рекомендуется скрининг начинать в 40-45 лет. Что касается женщин, здесь мы говорим о раке молочной железы. Рак молочной железы можно обнаружить с помощью скрининга. Это маммография как основной метод, самообследование, обследование молочных желез руками врача и УЗИ – это все вспомогательные, очень активные, прекрасные методы. Но именно маммография является основным скрининговым. Если обследование начинается в 40 лет, в 40 лет мы делаем первую маммографию, и затем мы делаем маммографию каждые 2 года. С 50 лет все-таки это имеет смысл делать ежегодно. А если маммография ничего не показала, стоит ли какие-то еще обследования пройти? Нет. То есть это главный? Да, это основной метод. То есть маммографии нам, в принципе, достаточно для того, чтобы сказать, что, в принципе, все в порядке. Если, конечно, больше ничего вас не беспокоит и не вызывает сомнений у доктора при осмотре с помощью рук, если есть все-таки какие-то сомнения, то мы добавляем это УЗИ молочных желез, хороший метод исследования, в том числе с эластометрией, эластографией, и МР-маммография, тоже очень хороший метод, но мы не можем его часто использовать, потому что он имеет свои минусы тоже. А если при обследовании что-то обнаружилось, и это как раннюю диагностику можно считать? Конечно, безусловно, да. То есть мы с помощью скрининга или ранней диагностики, если к нам пациентка пришла и пожаловалась, мы говорим о том, что мы обнаружили маленькую, небольшую опухоль, которая требует, конечно, во-первых, сначала дообследования, то есть основной способ подтверждения, есть онкологическое заболевание или нет, это гистология. И с помощью неё мы делаем биопсию этого образования, получаем оттуда столбик ткани, отправляем его на исследование, и патологоанатом, это доктор, который занимается именно изучением структуры тканей, говорит нам, здесь нет опухолевых клеток, или они здесь присутствуют, и вот они выглядят таким образом. И в зависимости от этого, соответственно, дальше начинается какое-то лечение, хирургическое, химиотерапевтическое или другое. Тогда давайте поговорим о следующем типе рака, да, колоректальный. Колоректальный рак, да, это очень частая проблема, и по недавним рекомендациям, вот срок с 50 лет перенесли на 45, то есть всё-таки 45 лет в общей популяции это уже начало скрининга колоректального рака. Скрининг колоректального рака, он двухэтапный, что называется, то есть первый этап это исследование кала на скрытую кровь, так называемый I-FOPT-тест. Для него не нужно соблюдать какую-то диету, как это было раньше, то есть просто нужно принести кал для исследования в лабораторию. Дальше мы получаем какой-то ответ, ответ может быть плюс, то есть что есть какие-то эритроциты в кале, и соответственно минус, отрицательный результат, который в данном случае очень даже положительный для нас. Это значит, что в кишке нет каких-то образований, которые подкравливают, и в общем можно отложить колоноскопию ещё на год точно. Если мы обнаруживаем, что всё-таки при тесте есть какие-то эритроциты в кале, то мы не можем исключить того, что начал перерождаться какой-то полип. Вот, как правило, аденоматозные полипы в кишке, они склонны к такому перерождению, поэтому в таком случае при обнаружении этих эритроцитов, обнаружении скрытой крови в кале, мы назначаем колоноскопию в дальнейшем. Так, а следующий тип рака у нас рак шейки матки. Да, рак шейки матки. Рак шейки матки действительно стал обнаруживаться в достаточно молодом возрасте, но у нас есть хорошие новости по поводу того, что мы знаем практически всегда, во всех случаях, чем он вызван. Это вирус папиллома человека. Вирус папиллома человека передаётся половым путём исключительно, и про него есть хорошая новость. В общем, он может исчезать из организма самостоятельно, элиминироваться это называется. Да, как правило, это в молодом возрасте достаточно хорошо происходит, то есть поэтому мы просим, если обнаружен вирус папиллома человека, то тогда более часто обследуется и в какой-то момент выяснить, что, слава богу, вы уже с этим вирусом распрощались. Но если всё-таки вирус папиллома человека продолжает циркулировать в вашем организме, пожалуйста, не пренебрегайте дополнительными осмотрами у гинеколога. Дальше, то есть именно гинеколог по визуальной картине назначает вам частоту обследования, частоту явки к нему, и вы дополнительно ещё сдаёте мазок на онкоцитологию. Вообще, в целом, если вы ни разу не были у гинеколога, или просто как-то регулярно обследуетесь, но не сдаёте вот эти анализы, что вам нужно сделать? Вам нужно просить гинеколога сделать анализ, который называется жидкостная цитология. И в него, собственно, включается ПАП-тест, это мазок на онкоцитологию. Смотрят, насколько типичные клетки обнаруживаются в этом мазке. И анализ на вирус папиллома человека, на все виды его. Тогда вы, соответственно, будете знать, в какой группе вы относитесь. В группе высокого риска, или в группе среднего, или низкого риска. В зависимости от этого будете, как можно чаще, как вам скажет гинеколог, сдавать вот эти анализы. По поводу вируса папиллома человека, ещё важная новость для мам, особенно мам девочек, до начала половой жизни, с 9 примерно до 20 лет, актуально прививаться от вируса папиллома человека. Это достоверно снижает потом риск заразиться этим вирусом, и, собственно, риск смерти от рака шейки матки. Поэтому, да, уточните у вашего педиатра, у вашего иммунолога по поводу вакцинации от этого вируса. В некоторых международных национальных рекомендациях это уже есть именно как в календаре прививок. А в России этого пока нет, но вы уже что-то можете сделать для своих детей. А это только в подростковом возрасте? Ну да, это делается... Взрослым женщинам нет смысла делать. Ну да, пожалуй, в целом, да. То есть это именно актуально до начала половой жизни. Вообще прививают и девочек, и мальчиков. На самом деле у молодых людей тоже есть заболевания, которые вызваны вирусом папиллома человека. Но они встречаются просто гораздо реже, поэтому мы об этом не говорим как на уровне скрининга. Но в целом всех детей, да, желательно привить. Вот в подростковом возрасте. Это вакцина Гордосил и Церварикс. А вы сказали, что он вирусом папиллома человека с годами может исчезнуть из организма. А из-за чего это происходит? Как этого добиться? Таким образом работает иммунная система. Да, то есть это самостоятельно, вот иммунитет, если нет какого-то иммунодефицита, да, там первичного, вторичного, какого-то приобретённого, может быть, то обычно, да, организм действительно справляется с этой ситуацией самостоятельно. Ну, там 3-4 года бывает ему нужно для этого, но действительно это проходит вот так достаточно эффективно. Каких-то препаратов сегодня противовирусных, которые реально эффективны, исключительно против вируса папиллома человека, которые доказали свою эффективность, таких, к сожалению, сегодня нет. То есть это, в принципе, только сам организм? Да, да, да. Ну, ему можно разными способами помочь, начиная с физической активности, да, продолжать правильным питанием, нормальным режимом сна и отдыха, в общем, всё то, чем мы обычно пренебрегаем, да, это может помочь значительно. Так, и у нас остался, по-моему, ещё один витрат. Да, у нас рак лёгкого ещё. Да, и рак кожи. И рак кожи, да. То есть то, что касается рака кожи, здесь, в принципе, достаточно всё легко. Раз в год хотя бы приходите к своему онкологу, лучше онкодраматологу, это специальный, вообще, вот специалист, который исключительно такими занимается формами. Вы можете прийти, вот, нашу клинику на приём, потому что все онкологи, в принципе, дерматоскопией владеют, да. То есть покажите свои родинки, уточните, всё ли нормально, ничего ли не нужно, какого-то удаления, возможно, да, этих образований. Давайте, скажем, на что-то стоит обратить, если уже точно надо идти к врачу. Да, да, да. То есть если образование увеличилось в размерах, если у вас появились какие-то новые тёмные родинки, если у вас появились образования, которые совершенно не похожи на те, которые были раньше, вы, пожалуйста, придите, покажите эти образования онкологу. Ещё важный момент. У тех людей, у которых больше 30 невусов, невусы, это такие пигментные образования на коже, достаточно полезным будет так называемый паспорт кожи. Это такой вариант исследования, такой вариант дерматоскопии, когда картируются, то есть фотографируются все образования, и это сохраняется в базе данных. Через год, когда вы приходите, врач имеет возможность сравнить детально каждое образование. И тогда переходим к последнему виду рака, да? Рак лёгкого. Да, исследование, ранний скрининг рака лёгкого, он актуален для курильщиков, причём курильщиков с определённым стажем курения, это так называемые 30 пачка лет. Вы можете посчитать свои пачка лет таким образом, то есть сколько вы в день вы куриваете, то есть, например, если это полпачки, то для того, чтобы накопить 30 пачка лет, вам понадобится 60 лет курения. Примерно понятно, да? И это после 55 лет. То есть, если после 55 лет вы, там, 56, грубо говоря, вам, и вы поняли, что вы 30 пачка лет уже накопили, вы приходите, пожалуйста, к онкологу. Он просто назначит вам дополнительное такое исследование, которое называется низкодозная компьютерная томография, который действительно достоверно часто обнаруживает уплотнение, изменения в лёгочной ткани, которые требуют своевременного лечения. Если рак лёгкого обнаружен рано, то действительно его можно лечить эффективно. Запущенные формы. Рак лёгкого, он коварен тем, что до последнего он практически, ну, него невозможно заметить. То есть, до последнего нет симптомов. А давайте тогда расскажем ещё про онкомаркёры, что это за диагностика и в чём она заключается. Онкомаркёры – это специфические белки, которые мы обнаруживаем обычно в сыворотке крови. Они могут обнаруживаться при разных состояниях и не только онкологических. Онкомаркёры важно очень грамотно использовать. Старайтесь не сдавать их самостоятельно, потому что их очень тяжело интерпретировать, потом эти результаты. Врач-онколог на приёме назначит исключительно те онкомаркёры, которые необходимы вам в вашей ситуации с вашими симптомами и состоянием здоровья. Очень хорошо в первичной диагностике онкомаркёры используются достаточно редко, но используются. Особенно вот если мы говорим о раке яичника, раке яичка, об опухолях печени, например. Ну, вот так, на вскидку, это где мы очень часто используем онкомаркёры для того, чтобы обнаружить, ну, понять, насколько то образование, которое мы обнаруживаем, насколько вероятность велика, что оно является злокачественным всё-таки. Дальше очень активно мы онкомаркёры используем в так называемом мониторинге наблюдений за пациентами, которые уже заболели и вылечились от заболеваний, либо которые лечатся от метастатической болезни. То есть мы стараемся таким образом контролировать риск прогрессирования этого заболевания. Это мы делаем, если вот этот онкомаркёр показательный для данной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok